Добрый день, уважаемые господа журналисты. Если позволите, я начну сегодняшнее мероприятие. Фактически за этим столом вы видите 90% грузооборота Укрзалезницы. Основной источник дохода этой государственной монополии. Сейчас мы все наблюдаем, что власть обновляется, обновляется власть в центре, обновляется на местах, заходят новые люди. И практически все новые должностные лица, которые так или иначе связаны с логистикой, вспоминают про Укрзалезницы. О том, насколько эта компания неэффективно работает, об этом знают и те люди, которые сталкиваются с Укрзалезницей. Многие народные депутаты уже озвучивали вопросы неэффективности украинской залезницы. И сейчас для нас главное, мы самые главные пострадавшие от этой неэффективности Укрзалезницы. За последние годы, за последние 3-4 года тарифы выросли более чем в 2 раза. Эффективность Укрзалезницы за тот же период времени, за 3-4 года была снижена. Любой показатель, который мы смотрим, оборот грузового вагона, среднесуточный пробег локомотива. Любой показатель операционной деятельности Укрзалезницы за последние 3-4 года был ухудшен. Вопрос возникает, куда идут наши деньги. Сейчас, наверное, самая лучшая возможность для того, чтобы новой власти и в Министерстве инфраструктуры, и в Кабинете министров в целом, и народным депутатам вообще, и профильного комитета в частности, озвучить наиболее важные особенности деятельности Укрзалезницы и что, по нашему мнению, должно быть сделано для того, чтобы Укрзалезницы стало более эффективной. А мы получали бы нормальную услугу, за которую мы бы платили адекватные деньги. Здесь присутствуют все отрасли. Я представляю горно-металлургический комплекс вместе с Сергеем Леонидовичем, главой Федерации работодателем металлургии, и Сергеем Гудрявцевым, руководителем Украинской ассоциации Феррославной. Всего ГМК, грузы ГМК составляют более 40%, если считать все грузы, которые связаны с горно-металлургическим комплексом. Представлены и энергетики, и строительные материалы. Практически, как я уже сказал, большая часть, подавляющая большинство, 90% всех грузов, которые возят Укрзалезницы. Еще один важный повод, по которому мы собрались, это инициатива Укрзалезницы о введении автоматической индексации своих тарифов. На самом деле, это показывает то, что Укрзалезница меньше хочет общаться и с бизнесом, и с органами государственной власти, и просто хочет автоматически повышать тариф, как они заложили минимум на объем роста цен промышленных товаров, но заложив для себя еще возможность добавлять инвестиционную составляющую, которая может быть чем угодно. В любом случае, мы понимаем это для себя так, что Укрзалезница, вместо того, чтобы искать эффективность внутри своей компании, внутри бизнеса, а таких запасов поиска эффективности очень много, старается опять переложить бремя финансирования своих неэффективных операций, своих деятельностей на грузоотправителей. О последствиях таких решений мы сегодня, я надеюсь, от всех услышим, представителей ассоциаций, и то, что нужно сделать с Укрзалезницей. Озвучены были планы правительства о реструктуризации Укрзалезницы, разделении трех направлений, пассажирские перевозки, грузовые перевозки и объекты инфраструктуры. Мы считаем, что это очень логично. Другое дело, что необходимость этого шага анонсировалась еще в 2014-2015 годах. До сих пор в этом направлении мало что было сделано. Сейчас большая надежда, что турборежим позволит сдвинуться здесь с мертвой точки. Выделение пассажирской составляющей для нас крайне важно, так как грузовые перевозчики спонсируют пассажирские перевозки порядка 13 миллиардов гривен. Это вопрос государства. Если государство хочет спонсировать пассажирские перевозки, делайте это, пожалуйста, из бюджета общего. Второй момент, очень важный, это выделение тяги. Это слова о том, что правительство заинтересовано сделать рынок тяги конкурентным. Поэтому мы тоже на это рассчитываем, потому что мы убедились на протяжении многих лет, что там, где рынок монополизирован, там есть неэффективность. Главное, чтобы это не получилось так, как с печально известным экспериментом по так называемой либерализации вагонной составляющей. Либерализация вагонной составляющей не состоялась, потому что эти вагоны находятся в собственности УЗЭ. УЗЭ является монопольным предоставителем услуг этих вагонов. Фактически они решают или могут решать, какие вагоны поедут, какие нет. Вместо того, чтобы отделить полностью эту компанию, разбить эти компании на несколько, может быть, компаний, приватизировать их, мы наблюдаем вот такой вот эксперимент. Поэтому для того, чтобы эти реформы состоялись, я думаю, что власть будет заинтересована прислушиваться к основным клиентам Укрзалезницы. Я тогда не буду отвлекать внимание, продолжит Сергей Либер. Ну, если разрешите, чтобы мы уже как-то двигались по отраслям, да, я тоже постараюсь более кратко, чем Александр Федорович уже все достаточно подробно представил. Что касается горнометаллического комплекса, что касается вообще автоматической индексации проблем, которые мы сегодня имеем во взаимоотношениях с нашими коллегами из Укрзалезницы. Ну, почему мы считаем, это я могу сейчас сказать, что это общее мнение представителей всех отраслей, что автоматическая индексация на данном этапе невозможна. Ну, кроме того, что сам факт автоматической индексации на сегодня противоречит действующему законодательству, есть еще раз причин, почему это делать сегодня неправильно и невозможно. Ну, во-первых, та операционная эффективность, о которой уже было сказано, она не позволяет нам сегодня говорить, что те затраты, которые сегодня есть у Укрзалезницы, они оптимальны, их нельзя оптимизировать. И индексировать непонятно что еще на какой-то процент автоматически каждый квартал, как предлагает нам проект постановления Кабинета Министров, который опубликован на сайте Министерства инфраструктуры, мы считаем невозможным. Прежде всего, и указ президента, который недавно вышел, и то, о чем заявлял министр инфраструктуры, говорит нам о том, что Укрзалезницы сейчас находятся в стадии активного реформирования. И это реформирование предполагает разделение отдельных бизнесов, то есть пассажирские перевозки, грузовые перевозки, ремонтные работы, управление вагонами, управление локомотивами, управление маневровой тягой. Все остальное, это все должны быть отдельные компании, эти компании должны быть по возможности не монопольными, то есть не менее двух субъектов должно представлять каждое направление. Тогда можно говорить о том, что есть некий рынок, есть некая конкуренция, есть какие-то рыночные цены, которые основываются на рыночных факторах. То, что есть сегодня, это все-таки обладает признаками монопольного доминирования во всех сегментах, поэтому оно не может автоматически индексироваться на индекс потребительских цен, как то предлагает Укрзалезница. Кроме того, почему мы против индексации на индекс потребительских цен? Потому что более половины затрат Укрзалезницы на сегодня, это затраты на оплату труда. Тут есть также множество вопросов, насколько оптимален штат Укрзалезницы, который, скажем так, грузооборот изменился, уменьшился значительно более серьезно, чем уменьшился штат. Поэтому огромная доля постоянных затрат, основные из которых это затраты на оплату труда, не позволяют Укрзалезнице быть гибкой в вопросах реформирования и в вопросах ценообразования на свои услуги. Кроме того, есть множество вопросов к тем участкам и станциям, которые называются малодеятельными. Это понятно, что проблема очень широкая, она для разных отраслей по-разному может интерпретироваться. И что если Укрзалезница считает правильным оставлять эти станции, если государство считает правильно это делать, мы полностью разделяем это мнение. Единственное, нужно просто подумать, как государство должно тоже помогать Укрзалезнице в финансировании тех направлений, которые являются для Укрзалезницы менее прибыльными, чем те направления, где у них достаточный объем маршрутных отправок. Кроме того, тот же указ президента предполагает создание уже, если я правильно понял, чуть ли не до Нового года, Национальной комиссии регулирования транспорта. Это то, о чем мы говорим уже, я не знаю, минимум последних, наверное, года четыре. Да, это тот орган, независимый орган, который в идеале должен быть независимым от всех, который должен формировать тарифы на те услуги, которые предоставляют Укрзалезница своим грузоотправителям. Ну и не только Укрзалезница, если это будет орган, который занимается всем транспортом, то и прочими государственными видами транспорта, которые на сегодня у нас есть. Поэтому до создания НКРТ, я так понимаю, осталось совсем немного, и сейчас внедрять некую автоматическую индексацию, которую сразу же отменит НКРТ, которое, в принципе, должно этим заниматься, на наш взгляд, тоже нецелесообразно. Ну и еще есть целый ряд вопросов к той операционной рентабельности Укрзалезницы, которая при существующем уровне тарифов, который, по мнению УЗЭТам, все время недооценен, составляет в последние годы от 24 до 29%, что далеко не каждая отрасль, ни промышленности, ни агропромышленного комплекса сегодня демонстрирует. Поэтому эти вопросы, как бы, они с повестки дня, они были постоянно, да и никуда не делись на сегодняшний день. Кроме того, мы готовы поддержать Укрзалезницу в тех проблемных вопросах, как плата налога на землю, которая на сегодняшний день является неадекватной, да под колеями, которая находится, и там около 3 миллиардов гривен в год Укрзалезница вынуждена оплачивать. На эти деньги, например, там нужно было бы приобрести 25 локомотивов ежегодно. Поэтому мы здесь как бы партнеры и готовы помогать Укрзалезнице на всех уровнях эту проблему решить. Тот же акциз дизельного топлива, который уплачивает Укрзалезница в дорожный фонд, там это около 1,2 миллиарда гривен в год. Это тоже те деньги, которые, наверное, могли бы возвращаться из дорожного фонда на какие-то инвестиционные проекты Укрзалезницы. Здесь мы тоже союзники и готовы поддерживать наших коллег-жизнодорожников. Есть еще много о чем сказать, но поскольку у нас время ограничено, буду просить наших коллег из других отраслей продолжить и поддержать эту дискуссию. Спасибо. Чтобы не повторяться, я представлю предприятие от угленно-энергетического комплекса. Наши организации находятся предприятия электроэнергетики и угольной промышленности. С Укрзалезницы нас связывают перевозки угольной продукции. Это рядовой уголь от производителей угля, это шахты, до обогатитных фабрик. И с обогатитных фабрик до товарной продукции, до потребителей этого угля. Это или на металлургические заводы для производства кокса и производства металла, или на предприятия тепловой генерации, где из угля производится электроэнергия. Естественно, всякое повышение цены на продукцию, она ложится на цены нашей продукции, влечет за собой увеличение цен на конечную продукцию, которая производится из угля. Это киловатт-час электроэнергии, это стоимость одной тонны металла. Если говорить о тепловой генерации об угле, которые на энергетику, у нас сегодня свои проблемы, большие проблемы, особенно на рынке электроэнергии, который начал работать с 1 июля, который пытались приостановить, потом запустили, потом изменениями в законы о рынке электроэнергии мы пытаемся корректировать его. Удачно или неудачно, это второй вопрос. На мой взгляд, отдельные моменты корректировки совсем неудачные, так как сегодня от того, что мы покупаем или пошли перетоки электроэнергии из России в Украину, сегодня Укрэнерго, которая связана с системой электроэнергии России и Украина, вынуждена приостанавливать работу генерации. И в основном страдает эта тепловая генерация. Вы знаете, что атомная энергетика жесткая, там невозможно, блоки они не регулируются остановить. И страдает тепловая генерация. Мало того, что мы страдаем, с одной стороны, о том, что сегодня на рынке сложно продать, продать сегодня нашу электроэнергию с тепловой генерацией. И только две цифры вам скажу, что сегодня для того, чтобы выйти на рынок киловатт-час электроэнергии тепловой генерации, по специалисту считали, что в себестоимости гулять это должна быть или закупать уголь, мы должны по цене 1700-1900 гривен, до 2000 гривен угольную продукцию. Наши отечественные шахты, государственные шахты, почему сегодня вот эти забастовки и все другие мероприятия проходят, себестоимость государственных шахт приблизительно 4000 гривен за тонну. Продать нужно не больше, чем за две. Значит, 2000 гривен на каждой тонне должно погасить государство. Вообще, рентабельно ли такое производство, вообще экономика ли это в целом? Ну и как дальше делать? И вторым грузом или нагрузкой идет увеличение тарифа на перевозку угля. Я абсолютно согласен, вот это беда нашей экономики. Я вот еще помню, я был в Народном Европе 2-го созыва. Мы тогда уже говорили о рынке земли и о том, что надо кадастр сделать, о том, что надо учет навести. Вот мы в 20 лет, мы барахтаемся, и только вчера удачно-неудачно приняли в первом чтении закон о рынке земли. Точно так же мы реформируем, к сожалению, и другие отрасли. Тот же «Нафтогаз», дальше вот «Железная дорога». Хороший план реформирования. Все согласны, все одобрили. Ну, делать же надо, начинать делать, кому-то это делать. Я абсолютно согласен, Сергей Меленьков, есть независимый регулятор. Давайте дождемся. Все сказали, да, все сказали, что это эффективный механизм, независимый регулятор по тарифам на перевозку. Нет, мы пытаемся полгода, год какой-то прожить по старым схемам, так сказать, непонятным, с какими-то перекосами. Поэтому я еще раз говорю, давайте строить уже нормальную экономику, если рыночную, рыночную, и быстрее это делать. То, что Польша сделала за 10 лет, уже забыла, мы 30 лет только пытаемся делать и начинаем это делать. Я за то, чтобы мы обсуждали сегодня как раз не эти моменты, куда мы попали, как выйти из этой ситуации, а вот пути решения, чтобы мы уже приблизились к модели какой-то новой, чтобы мы обсуждали новые модели. Как новый рынок земли, чтобы уже двигались дальше вперед. А мы пока вот топчемся на месте, вроде бы декларации хорошие, и по реформированию Украинской залезницы, но движения нет. А если не будет движения, мы и дальше будем работать в таких условиях, где будем спасать сиюминутную ситуацию. Чтобы, так сказать, не затягивать время, в документе все отражено. Наши предложения абсолютно понятны. Я думаю, для всех, для тех, особенно для производителей, потому что все это то, что ложится на плечи потребителей. Мы везде будем задирать цены, и мы везде будем приводить тому, что у нас экономика будет неэффективной. Добрый день, коллеги. Дякую за возможность садить кілька слів. Украинская зернова асоціація Сергея Ивашенко. Наша асоціація объединяет 90% экспорта украинского зерна, тобто фактично весь ринок зерна, який є в Украине. Из цикавого 40% валютных надходжень здійснюється за рахунок аграрного экспорта. Тому для нас надзвичайно важливо мати чіткий, якісний диалог с перевезником и понимать, насколько якісно можно перевезти зерно з точки А в точку Б. Нагадаю, что Укрзалізниця – это всего на всего сервис. Это не организация, которая должна управлять процессами разных галузей и разных секторах экономики, а это лишь сервис, который должна давать услуги. В нашем случае мы видим, что такой сервис Укрзалізниця фактически управляет або контролирует рентабельность производства зерна в окремих регионах Украины. Так, их действиями отрезания или закрывания станций мы видим, что окремные регионы фактически отрезаны от залезничной логистики. Это большая проблема, потому что виробник, наступного года, понимая, что он не может вывезти свое зерно от элеватера до порта, просто не будет выращивать там зерно. Поэтому мы можем отримать певный перекос виробничества зерна. Враховывая то, что сейчас климатические погонные условия позволят виробникам больше ориентироваться на певне или на западную Украину, где, власне, логистика меньше развита, чем в других регионах, мы видим чуткую и простеженную проблему в будущем. Враховывая встановление щороку нового рекорда по виробнисту, как наследок по экспорту зерна, мы видим, что Укрзалізниця за нами просто не встигает. Так, дійсно, мушу визнати, Укрзалізниця збільшила перевезення в минулому році зерна до 36 млн тонн, але це не той рівень, це не той приріст, який би задовольняв би зерновий аграрний ринок. Скажімо, цьогоріч ми будем мати знову рекордний експорт зерна, який сягне от 59-60 млн тонн, порівняно з минулим – 52 млн тонн. Ми, знову ж таки, наближаємося до нашої цілі в 100 млн тонн виробництва зерна, який ми означили до 2022 року. І цьогоріч ми будемо мати, скоріше за все, 99 млн тонн зерна виробництва. Тобто ми, коли ставили цілі 100 млн тонн до 2022 року, чітко бачили, що це можливо. І попереджали Укрзалізницю, що потрібно швидше розвиватися, швидше підвищувати ефективність, бо будемо мати знову ж таки коллапс перевезення зерна. Знову таки, ми бачимо, що ми можем ще більше збільшити виробництво зерна, і за рахунок, як правило, збільшення урожайності зерна. Порівняно з іншими країнами, ми вдвічі менше виробляємо на гектарі зерна, ніж інші наші країни-конкуренти, скажімо, Франція чи США. Тому ми прогнозуємо збільшення проблеми в майбутньому. Якщо вона є сьогодні, то вона буде ще більша в майбутньому, якщо будемо розвиватися такими ж самими темпами, якими ми задали. Щодо автоіндексації тарифів, всі, мабуть, вже знають, це вже третя спроба Міністерства і Укрзалізниці протягнути цю ініціативу. Попередні два рази ми всі колективно вчинили супротив цієї ініціативи, і, на щастя, це закінчилося ефективно, і таки не прийняли цю ініціативу. В чому суть для зернового ринку? Більше 30-40% експортних контрактів здійснюється за форвардними умовами, тобто в майбутньому. Зерно може бути ще не посійне, як ми його вже продали в майбутньому на зовнішній ринці. Тому для нас дуже важливо бачити простежуваність і передбачуваність тарифів. Ми повинні розуміти, що якщо ми через пів року продамо зерно, то ми повинні закласти вже в контракт вартість перевезення цього зерна. В умовах автоматичної індексації ми не бачимо таку прогнозованість і передбачуваність. Більше того, це не зовсім прозоро, як на мене. Кожні три місяці змінювати кожен квартал, змінювати тариф без чіткого розуміння прив'язки до індекса. Індекс поживчих цін – це індекс, який, скажімо, важко спрогнозувати і зрозуміти, який він буде через місяць. Таким чином, скажімо, 30 вересня ми не знаємо, який буде тариф 3 жовтня. Навіть на такому короткому, скажімо, плечі. Це досить важко і несе певні фінансові складнощі для експортера, для виробника, для учасника зернового ринку. Тому ми, знову ж таки, не підтримуємо автоіндексацію, як і всі учасники, мабуть, ринку перевезення. І з рішень, які ми вітаємо і готові підтримувати це ухвалення або сприяння, з нашого боку, ухвалення законопроекту про залізничний транспорт, який передбачає приватну тягу. Ми бачимо в цьому суттєве вирішення проблеми. Власне, цей закон і передбачає створення Національної комісії регулювання транспорту, який ми теж підтримуємо. І також ми вітаємо рішення «Укрзалізниці» щодо виходу на IPO. Як наслідок, ми бачимо, що такий крок може привести до залучення додаткових коштів «Укрзалізниці», що повинно в свою чергу спричинити покращення фінансового становища «Укрзалізниці». У всяк випадку, в такий механізм ми віримо і надіємося, що він буде ефективний. Але бачимо розуміння, що закон про залізничний транспорт і IPO – це рішення не сьогодні, не завтра і, скоріше за все, навіть не через рік. Тому хотілося б побажати «Укрзалізниці» максимального збільшення ефективності. Ми, в свою чергу, готові долучатися і допомагати цьому. Дякую. У нас просто вийшов перекос якраз з аграріями, тобто з-за «Укрзалізниці». У нас на сьогоднішній день є предприятие, расположене в зоні АТО в Крамотовській, розплавний завод. І вони не можуть поставити сірю від Одесського порту для нужд виробництва своєї предприємства. Приходиться приостанавливати роботу предприємства, в связі з тим, що всі свободні вагони «Укрзалізниці» отдає на перевозку зерна. Наверно, це тож важливо для країни, може бути, да, це якась государственна політика. Але ми не один раз, коли согласовували бізнес-ассоціціями повышення тарифів «Укрзалізниці», то ми ожидали улучшення качіства услуг, расширення каких-то їх возможностей по железнодорожним путям. І за останні 4 роки ми не получили в відповідь вообще нічого. А з такої індексації без контроля з боку Національної комісії ми получимо просто, как бы, ну опять, деньги в прорву. Роман Скільський, Асоціація виробників цементу України «Укрзалізниці». В мене будуть ті самі аргументи, можливо, я їх викладу трошки в іншій послідовності за пріоритетами для нашої галузі. Це 4 великі компанії, які, по суті, виробляють 98% цементу в Україні. По-перше, нам за останні роки вдалося, вірніше, ми отримали достатні підстави говорити, що неефективна логістика «Укрзалізниці», неефективна залізнична логістика стала основним стримувачем росту виробництва у галузі. Причому, стримувала вона ріст і минулого року, приблизно, за оцінками наших підприємств, біля 2% неотриманого приросту виробництва було внаслідок неспроможності компаній доставити вже виробну продукцію. Цього року цей показник сягнув 6% і на наступний рік, якщо не відбудеться ніяких позитивних змін, не відбудеться ефективна реформа «Укрзалізниці», ми втратимо 10% росту. Якщо подивитись на ріст будівельного ринку, а це 24%, ріст ринку будівельних матеріалів, які не залежать від «Укрзалізниці», 16%, то за підсумками 9 місяців 2019 року виробництво цементу впало на майже 1,5%. Це при тому, що 70% потужності використовується. В той час, як виробництво клінкеру зросло майже на 9%. Це означає одне – підприємства воліють залишати продукцію, вироблену в клінкері, оскільки клінкер можна довше зберігати, і не продають цемент, оскільки цемент не можна доставити до покупців. Таким чином виникає відставання виробництва цементу від потреб цементного ринку, створюється штучний дефіцит цементу на ринку. Про це саме свідчить те, що приблизно 20% вагонів, завантажених цементом і відправлених, були в складах поїздів кинутих на проміжних станціях. І це означає для наших компаній і штрафні санкції, і якщо це вагони орендовані, то плату за оренду вагону, і врешті-решт невиконання контрактів. Другий важливий момент, з якого ми проти не тільки автоматичної індексації, а будь-якого підвищення тарифів на сьогодні – це якість послуг. Я повністю згоден з Сергієм Івашенком в тому, що ситуація здорового глузду – це ситуація, коли «Укрзалізниця» – логістичний провайдер, а цементне підприємство або будь-яке інше підприємство – це клієнт цього логістичного провайдера. Обов'язки логістичного провайдера вчасно і за прогнозовану ціну доставити продукцію, обов'язки клієнта – вчасно оплатити. Ні більше, ні менше. Ситуація досить проста. В даному випадку ми не маємо якісних послуг, і про це ми вже не раз сказали, ні за показником виконання замовлень на подачу вагонів, він десь коливається до 40% в кращому випадку, а в гірших випадках 10-12% в деяких підприємствах. Мова йде про власні вагони «Укрзалізниці». Оборотність вагонів, яка зросла до абсурдних величин на сьогодні, я не знаю, ми вже не говоримо про стан вагонів, які подаються під подачу, тому що підприємства намагаються покладатись більше на власні парки вагонів. Але проблема стала, перекочувала в рівень дефіциту тяги, повного дефіциту тяги, який в цей будівельний сезон практично довів перевезення будівельних матеріалів до практично колапсу. Тому підвищення 15-15-8-14-2, і це тільки пряма індексація, а більше було навіть прихованої індексації, як говорили вже мої колеги, створили ситуацію, коли за останній рік тільки, з січня минулого року по сьогоднішній день, вартість перевезення тони цементу зросла на деяких підприємствах на 52%, на деяких на 64%. Ось така сумна статистика. До розряду прихованих, поки що не реалізованих, але прихованих можливостей отримати більше від вітчизняних виробництв відноситься ініціатива по зближенню тарифних класів, яка буде практично, можливо, не вбивчою, але надзвичайно шкідливою для цементної галузі, оскільки такі важливі для виробництва цементу компоненти, як шлаки, від яких залежить виробництво цілих продуктових лінійок, відносяться до нульового класу і внаслідок зближення тарифних класів перевезення цього матеріалу може зрости на 80%. При тому, що вона вже складає вартість перевезення в рази більше від вартості самого вантажу. Тому ми підводимо всю цю аргументацію до того, що говорили наші колеги. Без створення Національної комісії з регулювання на транспорті абсолютно передчасно говорити про не тільки автоматичну індексацію, а й будь-яке підвищення тарифів, більше того, не можна говорити про приховані види тарифів, навіть такі, як зближення класів вантажів, оскільки прямою функцією такої комісії буде оцінка впливу на галузь економіки. Це не вплив на цементне підприємство, а вплив на цілу будівельну галузь. І цей вплив ніхто не оцінював, оскільки немає авторитетного органу, який зрозумів би, звідки в «Укрзалізниці» є такі неефективності. Підвів би підсумки того, чому неефективності «Укрзалізниці» типу про субсидування пасажирських і вантажних перевезень або нелогічний земельний податок на землю і під колії досі існують і таким шкідливим чином впливають на національне виробництво, врешті на національну економіку. І це говорить нам, що 40% приросту ВВП, на який націлений новий уряд, поставлений без реформи «Укрзалізниці» під серйозний сумнівник. Дякую. Добрый день. Я представляю химиков України. І, по сути дела, я подписываюсь под тим, що сказали мої колеги. Але я б хотіла бачити на цю проблему нескільки з іншої сторони. Я глубоко убежден, що начиная з 1994 року в країні проводиться політика по уничтожению промышленного комплексу. Це не пусті слова. Возьміть. Началося все з того, що в першу чергу убрали Министерство промышленной політики в Україні, которая в основному опікувалась тем, що патронувала всю промышленность. І якісь баланси були, взаємосвязи і так далі. Убрали і никакого... У нас є Министерство культури, у нас все, що угодно, какое угодно Министерство, але нет органа, який отвечає за роботу промышленного комплексу. І ось то, що творить узел Ізниця, це, по сути дела, рядки з того ж. На протяжі цих років стоимость перевозок увеличилась більш ніж в два раці. Тут мої колеги говорили о сервісі і іншого. Послухайте, якій сервіс? Якщо у нас, як работали на кожному предприємі, дві бригади, одна по металлу, вторая по дерев'яным, по крытым вагонам, да, полы, приходили вагони без полов, розворочены все. Вот, так вони і работають. Якщо завод останавливається по причині, що в 70 км від точки завода знаходяться 20 цистерн са миоком, його ждуть, щоб не остановити завод. А цей аміак доставляють 5 суток. Завод встал, а пуск і остановка завода – це приблизительно 300 тисяч доларів, спаленних на факелі. Возьміть інший. Ось ми з колегами дві недели назад були в НКРА, де поднялся вопрос вдруг срочно подняти ціни на транспортирувку газа більше ніж в два раза. Коли ми починаємо доказувати, що під такий під'юм… …кстати, середня рентабельність по отраслі за прошлый год у нас – 1,3 процес. Ціни на ринку сразу выросли на 30% на минеральне удобрення. Моментально. Тоже саме буде і зараз. Так вот, все це робиться для того, щоб убити остатки промисленності, які є. І не зря там закупаються вертолеты гдєто, а в Запорожжі завод простаєвати. Не зря закупаються тепловозы, а наші стоять. Т.е. нет системи і нет тех професіоналів, які могли б сконцентритися на выполненні тех задач по піднятию промисленності. Отсюди всі і всі беди. Трудно сказати, але ми собираємся, ми говоримо, ми всюду доказуємо, що цього робити не можна. Як говорили об газу і об трансгазу. Але ВОЗ і ныне там, як говориться. Тому всі ці моменти... І єдинственне, що є стабільність в ГУЗНІЦІ – це ежегодні падіння грузоперевозок. Ежегодні. Ось я смотрю статистику за 9 місяців. Падіння у ГУЗНІЦІ на 2,5%. Зато автоперевозки, т.е. клиенти уходять в другой вид транспорта. Автоперевозки за це же время выросли на 0,36%. Ви понимаете, що йдет? Якщо ще подхватить, винуждено буде, я думаю, правительство подхватить клич нашого батьки, не нашого, а белорусского батьки, о том, щоб Днепр сделать судоходним. Расчистят русло Днепра и пойдут хотя бы дойти до уровня при Советском Союзі более 60 млн, а не как сейчас 5 млн перевозить. Это тоже удар будет по ГУЗНІЦІ. То, наверное, надо смотреть в корень, почему это идет. В свое время, в 2017 году, Федерация Работодателей издала такую брачуру об эффективности работы ГУЗНІЦІ. Я вам советую, выйдите на сайт Федерации и посмотрите. Ну, там просто жуткие вещи. Один только пример. Там приведено Менотопельское депо. Значит, в сутки хищение дистоплива 7-8 тонн. Ну, вы представьте, 7-8 тонн воруются на одном участке, да, и никому дела до этого нет. А сколько закупается запчастей и прочих оборудований по завышенным ценам. Ну, коррупция, ну, просто, ну, это же самая коррумпированная организация. И здесь все стыдливо опускают глаза, и никто ничего не делает. А там находится, примерно, по самым скромным подсчетам тех же профессионалов железнодорожников, порядка 12 миллиардов гривен. Ну, наверное, надо как-то разворачивать в другую сторону. Нет, только смотрим, что вот, давайте, у нас пошло уже, мы же все вот эти ходим, все эти люди ходят на все посиделки, сколько залезницы. И мы уже говорим, что не успевает высохнуть чернила на одном документе, который обязует нас, значит, платить по более высоким. Как на следующий день приносят новый документ, где опять повышение цен. И так продолжается бесконечно. Поэтому это надо заканчивать. Надо, вот, есть обращение, наверное, вы знакомы с ним. Надо его подписывать и требовать от правительства его выполнения. Спасибо. Доброго дня. Я Володимир Гусак. Я генеральный директор Федерації роботодавцев транспортной галузи Украины. Тобто, можно сказать, что трошки с другого боку. До АЛЕ, до складу Федерації роботодавців входят великі экспедитори на залезниці, перевізники, власники вагонів. И мы також не поддерживаем наказ про автоматичную индексацию. Чему? Передусім тому, что проект цього наказу и, взагалі, идея автоматичной индексации – это идея из минулого. Або это даже не вчерашний день, а позавчерашний, когда Укрзалезница была великой монополией, которая перевозила все, когда в многих случаях Укрзалезнице не было альтернатив, и планировалось, что так будет и всегда. Сейчас ситуация изменилась, есть много альтернатив Укрзалезнице, и вообще-то шлях уже окреслений. И идет до того, что Укрзалезница будет разделена на кілька компаній, кілька сегментов. В сегментах, где можно створить конкуренцию, это насамперед, вантажные перевезения, мают быть створено кілька операторов, как вантажных перевезников, так и операторов вагоней, что сейчас належат Укрзалезнице, так и ремонтных предприятий. И там тарифы має визначать конкуренция. И мы переконаны, что за рахунок конкуренции зросте и ревень сервису. И члены нашей федерації готовы брать участь у таких конкуренции. Там, где остается природная монополия, это, передусім, инфраструктура, мает працювать комиссия, национальная комиссия, с вопросом регулирования на транспорт. И саме она мает анализировать и визначать тот уровень тарифов, который будет справедливый, способен как сбережению залезничной инфраструктуры, так и эффективной работе, и срастанию экономики Украины в целом. Тут же, коллеги сказали, мы очень четко бачим, и это бьет по предприятиям, в предприятиях, которые входят в федерацию, постойное падение обсягах залезничных перевезений. Почему? Бо Укрзалезница потрапила в хибное коло. Бо каждое новое повышение тарифов приводит к падению перевезений, то есть доходы не срастают, в такой мере, в которой они должны быть, и вместо того, чтобы делать какие-то висновки, что делает Укрзалезница, она снова повышает тарифов. И цикл повторяется. И саме сейчас настав час это хибное коло разорвать, провести правильную реформу Укрзалезницы, створить конкуренцию там, где она может быть створена, и рухаться вперед. Тоді, как постанова про автоматичную индексацию, это фактически крок назад. И, до речи, за попереднюю владу ця постанова принята не была, потому что уже тогда было очевидно, что она не отвечает реальности сегодня. Но Укрзалезница, мабуть, сподівается, что сейчас до уряда и парламенту пришли новые люди, и снова штовхает эту саму идею. Это неправильно. Мы также понимаем, что тяжело переоценить значение Укрзалезницы для экономики Украины, и очень важно, чтобы Укрзалезница все-таки продолжала, что уже Укрзалезница не как единственное предприятие, а украинский залезничный комплекс продолжает эффективно работать. Поэтому мы поддерживаем те инициативы, которые будут сприять эффективной работе. Тут же коллеги сказали, что это и спрямование частини коштей из Дорожнего фонда на потребу Укрзалезницы, потому что Укрзалезница является великим споживачем дизельного палива в Украине и по автомобильных дорогах она не ездит. Там иногда бывают идеи, чтобы Укрзалезница купила дизельное паливо за какой-то специальной процедурой, без этого акцизу. Но будем реалистами, в нашей стране этого не можно, потому что потом появится, что споживание дизельного палива на Укрзалезнице взросло 10 раз и половина заправок в стране будет пользоваться этим паливом. Но, конечно, следует рассмотреть механизм перерахивания коштей из Дорожнего фонда. Далее, хотел бы напомнить, что минулого года при принятении бюджета был сделан просто такой напад на Укрзалезницу, когда была скасована снижка на податок на землю для Укрзалезницы. До того застосовывался коэффициент 0,25, а чему-то решили его скасовать. Цей коэффициент дия протягом всей украинской истории. Ну иначе, как таким нападом на Укрзалезницу, відверто кажучи, это назвать не можно. И тут слід негайно повертатися и поддерживать повернение того коэффициенту. Но, если подсумевать, нужно рухаться вперед до конкуренции, до независимого регулятора, который будет регулировать тарифы там, где остается природная монополия, а не пытаться сделать два крока назад в вопросе установления залезничных тарифов. Большое спасибо, Владимир Георгиевич. Я с вашего разрешения, я уже выступал, начинал, и я еще хочу сказать два слова. Многие говорили о положении в своих отраслях, я этого не сделал. Я хочу сделать это в конце, но это очень важный вопрос. В каком сейчас состоянии находится металлургия, горно-металлургический комплекс в Украине? Тот кризис, о котором мы говорили и предупреждали, что к нему нужно готовиться на протяжении последнего года, правительство в Украине, людей, принимающих решения, фактически уже наступил. Все металлургические предприятия на сегодня в Украине работают в убыток с начала года. Мы второй месяц подряд наблюдаем падение объемов производства стали на 10%. Минус 10% в сентябре, минус 10% в октябре. Это, соответственно, меньше перевозок наших грузов на 10% ежемесячно. И самое неприятное, что мы ожидаем, что ситуация будет ухудшаться. И нам нужно всем и предприятиям, и правительству проводить работу для того, чтобы мы этот кризис могли достойно перенести, как страна, как Украина. Прошлые кризисы подобные, вот все помнят 2008 год, например, 2015-2016 года. Сейчас предприятия делают все возможное для того, чтобы экономить каждый доллар, каждую гривну, вся в себе стоимость. И прилагают огромные усилия для того, чтобы удержаться на рынках глобальных. От государства ожидается грамотная, взвешенная экономическая политика. Владимир Георгиевич говорил, несколько моментов, которые могут укрзалезнить и помочь пережить вместе с нами этот кризис. Это и кросс-субсидирование пассажирских перевозок, которые должны быть, наверное, за счет государства. И налог на землю, который должен или возвращаться, или, по крайней мере, тот корректирующий коэффициент 0,25, который был укрзалезницией, должен быть возвращен. И 1,5% от дорожного фонда, который будет соответствовать тем перечислениям, которые укрзалезницией делали в дорожный фонд, должны возвращаться в укрзалезницу. Но это должно быть при условии, должно ставиться укрзалезницией условие, что в условиях кризиса не только наших отраслей, всех отраслей на глобальных рынках нужно рассматривать вопрос понижения тарифов укрзалезницы и сделать такой прецедент на 10%. Это даст дополнительный стимул укрзалезницией улучшать свою внутреннюю эффективность. Поэтому по результатам этого круглого стола будет подписан документ, в котором будет говориться об автоматической индексации. Естественно, как уже говорилось, это старый заброс, который уже в третий раз происходит. Первый раз это было в феврале этого года, потом в начале лета. Теперь это третий раз забрасывает укрзалезницией уже при новом министерстве на структуре, при новом премьере. Эту тему с автоиндексацией, которая противоречит и закону Украины, о чем говорила и Глазурегутор служба, и Министерство экономики страны. Мы другой реакции от органа власти не ожидаем и в этот раз. Но нужно понимать, что это только часть проблем. Вторая проблема, которая сейчас у всех на устах, это транзит. Я говорю о российском транзите. Сейчас Укрзалезница делает более выгодным транзитные перевозки Российской Федерации, причем тех грузов, с которыми мы с россиянами конкурируем. Речь идет прежде всего о железной руде. Как это может быть, это не поддается логическому объяснению. Уже сейчас на тонну километра у нас ставки ЖД тарифа выше, чем в России. И российские грузы транзитные возятся дешевле, чем украинские грузы. Кроме того, что Укрзалезница недополучает по нашим расчетам порядка 2 миллиардов гривен, о чем, наверное, должны позаботиться и компетентные органы. Кроме этого, забиваются пути и не везутся украинские грузы. Если мы все, грузоотправители, должны подтверждать каждые сутки, поедет наш товар, не поедет, транзит идет прямиком, и там никаких подтверждений нет. У транзита сейчас в Украине, у российского транзита есть приоритет по сравнению с нашими грузами. Такого не должно быть. Это должно обсуждаться на уровне правительства и, наверное, даваться какие-то поручения Укрзалезнице. И, естественно, все мы говорим, что то, что мы делаем, это просто в этой платине, которая разрушается, пытаемся затыкать дыры. Нужно решать проблему системно. Для этого мы все просим, чтобы Крикли, новый министр инфраструктуры нашел возможность встретиться с основными грузоотправителями, чтобы обсудить те вопросы текущие, которые возникают у всех, и стратегически, по вопросу реструктуризации, по вопросу стратегии, которые в последние дни действия прошлого Кабмина протаскивали, в котором тоже упоминается автоматическая индексация и тоже много всего интересного. Ее, наверное, тоже нужно обсудить вместе с нами. Чтобы включить основных клиентов Укрзалезнице в весь процесс реструктуризации, как это будет сделано, это, наверное, новый министр инфраструктуры решит, но у нас мы протягиваем ему руку и готовы работать. Мы здесь чувствуем взаимозависимость. Нас от Укрзалезнице, Укрзалезнице от нас, и министра, который хочет, наверное, показать успех и от Укрзалезнице, от менеджмента, и от нас, как и от основных клиентов. Если будут вопросы от уважаемых журналистов, я думаю, все мы готовы на них ответить. Спасибо большое. У меня вопрос к Ассоциации зерновидов. Селіо, скажи, пожалуйста, как, власне, эти витрати, которые понесли представители вашей ассоциации, влияют на людей и на цены магазинов? Вони взагалі вплинули? И если так, то какую чину? Насколько там, например, росла цена там, хлеба, борошна, борошняно? Можете ли выручать? Ну, перше тут треба пояснити, як формується ціна на зерно. Це досить незвичний продукт в загальному розумінні середньостатистичного українця, тому що це біржовий продукт, біржовий товар. Відтак, ціна встановлюється не в Україні, а на зовнішніх ринках. Тому ми виходимо з того, що у нас є уже ціна в договорі, і від тої ціни ми віднімаємо, скажімо так, закладуємо вартість перевезення, вартість всіх інших, решта-решта, і доходимо до вартості, яку можуть купити у виробника. Як вплинуло? Я скажу вам так, що у буханці хліба, здається, близько 20-25% лише вартості пшениці. Тому велика глобальна вартість пшениці менше впливає на вартість з буханки хліба, чим, скажімо, інші супутні витрати, які несуть хлібопеки в процесі, скажімо, виробництва хліба. Ну, а перевезення ніяк сюди не... Ні, ну, як... Звісно, будь-яке збільшення вартості, одної із частин структур і вартості загального зерна, звісно, впливає на вартість пшениці. Але, знову ж таки, це не настільки прямо пропорційно, як може здаватися. Хлібопеки, борошномели – такі самі, ну, скажімо, споживачі зерна, як і ми. І вони так само можуть закуповувати зерно так само по такій ціні, як і ми. Ну, в любому випадку, питання був не до мене, але я хотів би добавити, що... Ну, всі ми розуміють, що рост затрат на інфраструктуру так чи інакше, чи прямо, чи опосредованно, влияє на себестоюсть конічного продукту для потребителя. Понятно, якщо перевозиться потребительський товар, наприклад, цемент, який сразу... і доля перевозок существенная. Але, з іншої сторони, ми производимо металлопродукцію. Металлопродукцію теж сидит цена. Якщо вона производиться, поставляється на еспорт, ми стаємо мене конкуренційноспособний, менше продаємо на еспорт. Якщо ми поставляємо внутри країни, то, соответственно, ми повинні 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 ціни для всіх. І це як снежний ком получается. Тож саме, наверное, по строительству, по цементу, строитель, стоимость квадратного метра. Тому, так чи інакше, у некоторых є можливість, що називається, переговорно сдержати ціни і як-то уменьшити свою прибыльність. У некоторых нету. Але зараз ми все знаходимося в ситуации, називали рентабельність химиків. Металлопродукцію працюють в убыток, горніки працюють на грани рентабельності, цементники працюють, я теж так понимаю, що там невисокая рентабельність, коли ми газові контракті обсуждали. Тому, далі подвігатися нікуди. Дальше річ йде о тому, що ми или дожні сокращать, останавливати производство, сокращати об'єм производства і терять робочі міста в цьому. Или же повышать ціни для потребителей. Повышать ціни для потребителей і далі все йде по цепочке. Тому і так висока ціна іменно інфраструктурних питань, інфраструктурних затрат. Дозвольте додати ще, для розуміння, експортери везуть з елеватора до порту. Хлібопеки їм не потрібно везти з елеватора до порту і порту потім знову вертати на їхнє виробництво. Тому тут трішки по-іншому, скажімо так, структура вартості. Я мала на увазі, що у будь-якому разі хоч невеликий вплив, але й у будь-якому разі. Звісно, логістика закладена у вартості будь-якого продукту. Олександр, ви говорили, що спілкувалися з керівництвом УЗЕ. Як вони аргументують необхідність автоматичної інфексації? На всіх зустрічах з УЗЕ, по величинству питань, ми намагаємося присутність, виступати в одній позиції. Для них аргументация одна. Чем менше вони будуть з нами общаться і з іншими органами власи, чим лучше. Якщо їм дадуть можливість вообще единолічну устанавливати тариф, вони скажуть «спасиба» і будуть це робити. Тому для них автоматична індекскація, я так скажу, вони хочуть частину тарифу, яка равняється індексу промышленних цен, робити себе автоматом. А сверх цього, то, що вони називають інвестиційній составляючі, яка в условіх непрозрачності УЗЕ, може бути в десятки раз більше цієї постійної составляющі, вони будуть вже по общій процедурі відпускати. Тому, якщо у них є інфляція 5%, 5% вони роблять, а сверху ще щось додавляють. А для нас, звісно, це великі різні різки. Укрзавізниця і до цього непрозрачно формував свій тариф, і ми не знаємо, куди ці гроші тратяться. А після цього, частина цього тарифа буде автоматом йти, а частина не зайдуть і з нами, з органами власи вести переговори. Я тут можу додати, що основні аргументи «Укрзалізниці» – це прозорість і прогнозованість. Але якщо розглянути ці аргументи більш детально, це не так. Перше, щодо прозорості, пропонується індексувати теперішні тарифи. Тарифи, які створені чи визначені на основі неефективної та непрозорої бази, не є прозорими. Не можуть бути базою для індексації. І дуже добре сказав колега зернової асоціації, що така система, яка пропонується, вона не є і прогнозованою. Тому що все-таки в Україні інфляція дуже коливається, і темпи зростання не можна передбачити. Тому це щоквартальне підвищення тарифів відповідно до непрогнозованих темпів інфрації теж не сприяє прогнозованості. Тобто основні аргументи «Укрзалізниці» такі, але при детальному розгляді вони не витримують критики. Я також хотів би додати, що одним, мабуть, з тих аргументів «Укрзалізниці», які не є публічними, є те, що вони хочуть повністю виключити з цього діалогу як бізнес-вантажів власників, так і ті органи влади, які сьогодні погоджують будь-яке підвищення тарифів. Це і Міністерство економіки, це і Державна регуляторна служба, Міністерство фінансів. Ну і я хотів би в продовженні того, що говорилось. Нельзя непонятно що, у нас є, індексувати. Щас «Укрзалізниці» исходить своє ценообразовання, рифообразовання із тумбочки. Деньги закінчуються в тумбочці, вони йдуть і кажуть, що потрібно ще. Ми їм говоримо, посчитайте, от костбейс, от ціни, посчитайте себестоимость, а краще, щоб це сделала НКРТ, тому що к вам доверія немає. І вона скажет, що у вас себестоимость така, у вас производительність труда така. Ви работаєте, вот здесь є можливість улучшити еффективність, да, по депо, по загрузці на чоловіка. І у вас себестоимость сейчас вот така огромна, она должна быть менше. Вот у нас план, график, як ви к этой себестоимости будете робити. Коли ми прийдемо к реальним цифрам, економічно обоснованим, можна, наверное, розсматривати вопрос какой-то індексации какой-то части тарифа. Тому що, опять же, структура себестоимости в меншій степени прив'язана к індексу промышленних цін. Вона прив'язана к другим показателям. Нужно я добавлю тоже в двух словах. Получається, що «Укрзалізниця» должна сидеть здесь, хотела би сидеть, наверное, здесь с нами за одним столом выступать таким себе как бы бизнесом или отраслью какой-либо экономики. Но это связано с тем, что если наше каждое из предприятий, отраслей борется за внешний рынок, зависит от внешнего рынка, и у нас есть какие-то вещи, которые регулируют бездумный рост цены на нашу продукцию, то у них таких вещей нет. И снижение нашего объема производства приведет к тому, что мы будем меньше возить, и не будут получать меньше денег. Получая меньше денег, но имея автоматическую индексацию, они эти деньги все равно будут где-то брать и пытаться взять их от нас или из вас. Со всей нашей хлеба, да, вот сейчас, как раз на эту тему, да? Нет, у меня другой вопрос к Владимиру Бусаку, Ассоциации Работодавців. Такой вопрос. В «Укрзалізнице» работают порядка 270 тысяч человек. Расходы на содержание персонала порядка 40 миллиардов, 51% всех операционных расходов. При этом внутри «Укрзалізнице» есть две тенденции. Первое – это отток рабочих профессий. Люди за эту зарплату не могут работать, коммерческие представители, составители и так далее. При этом раздутый управленческий штаб, который со времен Кирпы там расширился в пять раз, управленцем штабом. Вопрос. Как вы видите решение проблемной оптимизации структуры «Укрзалізнице»? Надо сокращать, не надо? Кого сокращать? И как вы видите решение проблемы вот этой кадровой «Укрзалізнице»? Безусловно, «Укрзалізнице» не является самым эффективным предприятием в Украине, в украинской промышленности. У нее очень много операционных проблем. И это не только раздутый штат, это и большая социальная сфера, и много непрофильных активов, и большие проблемы практически с каждой отраслью, с каждой областью операционной деятельности. Это и поставки запчастей, и своевременные ремонты, и много других вещей. Дна, наверное, в операционной деятельности, дно было определенное достигнуто в 2017 году, когда «Укрзалізнице» возглавлял поляк «Укрзалізнице» и «Укрзалізнице» был еще один такой эксперимент в украинской промышленности, который просто на работу ходил редко. В принципе, может быть, и был неплохой менеджер, но он каждые выходные улетал в Варшаву. В результате в пятницу после обеда его уже не было, в понедельник до обеда еще не было. Фактически он работал 3 дня в неделю, и культура была соответствующей. В последние годы определенные позитивные изменения наметились. Порядка стало чуть-чуть больше, где-то улучшилось движение, но, конечно, до того, что можно называть операционной эффективностью, еще очень далеко. Именно поэтому очень неправильно и очень некомфортно для всех индексировать те тарифы, которые есть. Что касается, как двигаться дальше, мы рассчитываем, что вот тот путь, который уже сейчас обозначен в решениях правительства, что демонополизация «Укрзалізнице», разделение «Укрзалізнице» на несколько компаний, создание конкуренции в тех сегментах, где она может быть, и регулирование со стороны независимого регулятора, там, где имеет место природная монополия, она позволит, в том числе, этот путь позволит и решить многие операционные проблемы «Укрзалізнице», в том числе непрофильного или избыточного персонала, там, где он есть. А он, безусловно, есть. Но, конечно, при этом должно полностью выполняться законодательство Украины и работать механизмы социальной защиты. Но по этому пути надо двигаться, это путь в будущее, мы в него верим и будем за него бороться. Если можно, я хотел два слова дополнить. То, о чем сказал Владимир Георгиевич, удастся эта системная структурная реформа «Укрзалізнице», все это будет сделано эффективно, повысится операционная эффективность, повысится эффективность за счет конкурентных сегментов, то мы рассчитываем по приблизительным нашим оценкам, что не то, что повышать тарифы, где-то примерно процентов на 10 к существующим тарифы могут быть даже снижены. Я хотел добавить к этому, что было сказано на ваш вопрос. Привести опять-таки из того документа, который подготовила Федерация, пару цифр. Значит, с 2013 года у нас тарифы выросли на ЖД-перевозки более чем в два раза, в России в 1,3 раза. Но зарплата в России процентов на 30 выше, чем наша. О чем это говорит? Это же понятно. Да, что раздут штаты, что в основном управленческие персоналы, разбегут оперативные работники. Поэтому перекос. И на одном из вот таких наших посиделок вместе с «Укрзалізницей» мы предлагали, еще болчун был, почему бы в наблюдательный совет «Укрзалізницей» не включить основных грузоотправителей. Металлурги, зерновики, которые бы изнутри видели эту картину, вносили бы прозрачность в тот процесс и, наверное, приводили бы к более-менее укомплектованности штатов разумным. Но это уж никто не хочет делать, понимаете. Пойти святая святых кому-то. Здесь важна и политика государства тоже. Потому что даже руководство «Укрзалізницей» официально, неофициально заявляет, что треть работников точно уменьшится. Здесь идет порядка 100 тысяч человек. Другое дело, что государство должно играть свою роль в релокации этих людей, переобучению и так далее. У нас дефицит кадров, по крайней мере, был до того, как кризис начался. Я думаю, что эти люди себе найдут работу. А производительность труда в «Укрзалізницей» увеличится. Это будет более эффективная кампания. Поэтому никто не говорит о том, что людей надо брать и выгонять на улицу. У нас просто грамотная кадровая политика и роль государства в релокации, в обильности этих людей. Ольга Кравченко, я вам хотел уточнить. Александр Кравченко, я хотел вас уточнить. По поводу транзита российских групп, вы говорите, что есть вопрос. Можно ли привести объемы, когда это началось, где объемы, в том, что есть в последующие веи, и сколько это? Фактически главная проблема началась ориентировочно с мая этого месяца и по объему этого года. И по объему ГУЗа мы говорим, в несколько раз увеличился транзит с мая этого года. Это говорит о том, что экономической подоплеки в этом нет. Есть только то, что угрозалезницы, пользуясь какой-то внутренней... Это пусть компетентные органы разбираются, как так получилось, они создают неравные условия для отечественного бизнеса и для транзитных грузов. Я еще раз повторяю, для транзитных грузов есть возможность уменьшения тарифа в зависимости от объема. И они это используют. И тариф для того, чтобы сдавать скидку на транзит, в два раза. Фактически 50% скидки. И понятно, что транзит растет. Кроме того, как я уже сказал, мы, заявляя объемы грузов перевозки, должны каждые сутки уточнять эти объемы перевозок. Они могут быть уменьшены. Транзит, они не должны уточнять объемы грузов. Транзит в любом случае едет. И более того, россияне этим пользуются. Они знают, что по Украине груз пойдет в любом случае. Поэтому они направляют огромные объемы груза. Не то, что объемы грузов выросли, еще он везется неравномерно. Когда для них есть необходимость отправить огромное количество грузов, они это делают, они это делают неравномерно и забивают пути подъездные к нашим же портам, например. И мы стоим. Поэтому для российского груза, ну, как говорили транзитную, давайте говорить прямо, для российского груза создаются преференции. Скидки на объем, мы этих скидок не имеем, до 50%. Приоритетность, они везут сразу, мы сокращаем наши объемы от груза для того, чтобы российский груз поехал. Ну, это ненормально. Поэтому мы хотим, чтобы по транзиту нас хотя бы ставили в равные условия. А лучше, конечно, чтобы у нас была какая-то, ну, не знаю, там, преференция, не преференция, но приоритетность. Приоритетность для отечественных грузов. Тем более, мы перевозим одни и те же грузы. Мы конкурируем на одних и тех же рынках с россиянами. Россияне везут железную руду в наши порты и поставляют на те же рынки, которые мы поставляем. Мы, наш груз не едет, потому что идет 10 составов российских. Мы срываем контракты, россияне завоевывают наши рынки. Мы вдвойне себя наказываем. Если можно, хотел бы дополнить цифры. Как раз вот подняли аналитику, пока Александр комментировал. Вот если говорить о среднемесячных объемах транзита руды через порт Южный, это единственный порт, где транзит происходит, то у нас было январь, январь-май 2019 года среднемесячный объем 201 тысяча тонн. Уже июнь-август, то есть летние месяцы, 537 тысяч тонн. Это фактически в 2,5 раза, даже больше, увеличение объемов транзита. Очень сложно конкурировать в таких условиях, с учетом того, что для транзита при увеличении объемов еще предоставляются дополнительные скидки укрзалезницы. Мы становимся просто неконкурентоспособными на наших экспортных рынках. Это будет один из главных вопросов, ну, из операционных вопросов на встречу с министром, который, мы надеемся, состоится. Поставить наш товар украинский, зерну, уголь, железную руду, любой груз на равных условиях с транзитом, а лучше давать ему приоритет. Отменить эти скидки и отменить приоритизацию транзита по сравнению с нашими грузами. Еще один вопрос. Александр Калинков, скажите, Ваше отношение к последним инициативам укрзалезницы по поводу нового договора на оказание услуг, так называемый договор присоединения. Тот договор, в котором прописана однобокая ответственность грузоотправителей и ссымается всякая ответственность укрзалезницы. И вторая инициатива, это вот плата за пользование вагонами под грузовыми операциями. Это вот два болезненных вопроса. Как Вы прокомментируете, какие последние новости по этим двум вопросам? Спасибо большое за вопрос. Это еще одна инициатива, которую укрзалезницы пытаются протащить правдами и неправдами уже на протяжении полугода. Все время отсрочивая дату вступления в силу. Потому что они сами понимают и чувствуют, что что-то там не так, рыжется в пушку. Поэтому при новой власти они даже вот затаились и стараются вот сейчас эту тему не поднимать. Но я надеюсь, что при малейшей возможности они это будут делать. И это отлично характеризует злоупотребление монопольным положением. Если брать классический случай, как ведет себя монополист. Это обзывает договор, который должен быть между двумя хозяйствующими субъектами, как они хотят. Они хотят, чтобы к ним относились к хозяйствующему субъекту. Они называют этот договор присоединение. У вас нет возможности присоединиться, если вы хотите, чтобы у вас груз ехал, вы обязаны присоединиться. А там этот договор абсолютно односторонний. Абсолютно. Во всем виноват грузоотправитель, укрозалезницы ничего не гарантируют, ни в чем не виноваты и ничего не делают. Потом, если мы идем в суд, если нам срывают бизнес, поставки и так далее, вот договор, вы сами подписали. А мы не имеем возможности не подписать, потому что нет другой альтернативы. И то же самое польза, это по вопросу скрытым повышением тарифов. Еще одно скрытое повышение тарифов, это насчитывание штрафов, так называемых, за простой вагон. Но они не понимают, что для каждого предприятия есть технологическая цепочка, технологические параметры, когда этот вагон может и должен находиться внутри предприятия. Для каждых отраслей предприятие он разный. И поэтому нужно для каждой отрасли, соответственно, выбирать свои нормативы. В любом случае не должно быть таких штрафов. Если не хотят штрафов, идите, пожалуйста, по общей процедуре. А фактически то, что мы видим, это скрытое повышение тарифов под благовидным предлогом бороться с задержкой вагон. Спасибо большое за вопрос. Коллеги, у нас еще буквально до 5 минут осталось, насколько я знаю, по регламенту. Поэтому, если есть еще какие-то вопросы, давайте оперативно постараемся на них ответить. Если вопросов нет, тогда я еще раз хочу анонсировать, что по итогу этого круглого стола у нас нет противоположной стороны. Мы обращаемся к их руководству Укрзалезницы и к исполнительной власти с тем, чтобы они нашли возможность. Первое, отозвали этот одиозный проект. Это уже третий раз пытаются пропихнуть по автоматической индексации. Незаконный проект. Второе, пошли навстречу по транзиту. Это то, что должно быть оперативно. Это то, что противоречит любому здравому смыслу. И третье, это к реклею, министру инфраструктуры собраться, чтобы всем обсудить вопросы, чтобы он понял, как себя чувствуют основные грузоотправители. И сейчас время не повышать, а понижать тарифы как минимум на 10%. Ну и воздержаться от инициатив, там прочих, вот уже называлось, уравнивание классов. Это все можно обсуждать и нужно обсуждать. Но уже в рамках НКРТ, которая, как мы очень надеемся, уже в ближайшие месяцы будет создана. Насколько я понимаю, этот процесс уже на контроле личного президента Украины. Поэтому мы все-таки очень надеемся, что то, чего мы добивались более 4 лет, оно должно состояться. И тогда уже будет проще как-то принимать те решения, которые будут исходить от независимого ора. Всем спасибо большое. Да, спасибо.